уважаемые коллеги ну во первых большое спасибо за приглашение участвовать в этом симпозиуме на этой конференции и чтобы я хотел сказать для начала но для начала я бы хотел сказать до того как я начну показывать слайды по поводу вот современного состояния 5 лет тому назад я делал подобный доклад и тогда бы я этого не мог сказать а сейчас я могу позволить себе это сказать я надеюсь что и фьюзов и малышев со мной согласятся согласятся что на самом деле так мне кажется что больше чем больше чем половина пути а может быть и больше чем я не знаю две трети на пути к реальному клиническому применению к реальному клиническому протезированию слепой сетчатки мы прошли мы я имею ввиду мировую науку это не значит началось это все где-то лет 15 тому назад конечно я думаю что это будет не 15 лет а я не знаю сколько но как бы то ни было это вот ближайшие годы я не знаю 3 5 трудно сказать но мы дойдем опять же мы как человечество дойдем до того что станет реальностью вот оптогенетической протезирования слепой сетчатки в клинике и я попытаюсь вот в двух словах очень коротко просто показать что сегодня где мы сейчас находимся где мы сейчас находимся ну и сначала очень короткая историческая такая справка все может быть это знают что на самом деле оптогенетика как объясняется началась здесь петербурге около 160 лет назад когда андрей сергеевич фоменцин академия петербургской академии открыл фото таксис у одноклеточных водорослей потом понадобилось еще значит сто с лишним лет когда на биофаке в университете феликс литвин и вот это молодые ребята олег и викторий синищоков показали что вот этот фото таксис это обеспечивается родопсином это то что теперь мы называем channel родопсин канальный родопсин потом совсем прошло немного времени когда хагеман и нагель не значит экспрессировали в культуре клетки этот ген одноклеточный родопсина одноклеточные водоросли и назвали его channel родопсин ну и потом диссель рот который это уже экспрессировал в мозге мышки и возникла как бы вот родилась оптогенетика и вот в 2006 году это в группе пена филадельфии это было первое для одна из первых самых работ когда значит экспрессировали channel родопсин гонглиозных клетках мышки слепой мышки и показали что принципе вот возможно такое оптогенетическое протезирование и вот собственно как бы началась история вот этой прикладной части оптогенетики а именно вот оптогенетическое протезирование дегенеративной сетчатки значит успехи на самом деле большие и я вот здесь показываю табличку сейчас в данный момент в мире ведутся четыре клинических испытания четыре клинических испытания при этом наиболее успешно это вот франко швейцарская группа которая протезировала человека во всех этих случаях к чему я веду и почему я показываю эту картинку все вместе это все микробиальные микробные радоксины это все варианты модифицированного channel родопсина это все channel родопсин ну и вот я доставляю себе удовольствие показать поподробнее вот эту работу этих франко швейцарской группы который это было так сказать вот и и это было массовое в средствах массовой информации об этом много писали когда значит это был модифицирован channel родопсин поглощающий красные области спектра и вот что они сами написали пациент значит ну самое главное сначала пациент смог увидеть пешеходный переход и считать количество белых полос позже он смог увидеть тарелки кружки телефон предметы мебели двери в коридоре и вот я подчеркнул но только при использовании очков на самом деле очки это довольно сложное устройство медиатюрное вмонтированное в очки и они сами тоже пишут пациент не мог увидеть какие-либо объекты до инъекции будучи в очках или без очков а также не мог увидеть объекты после инъекции без очков то есть идея такая что чувствительности channel родопсина даже модифицированного и там разные так сказать прибамбасы были в этом смысле сделаны все равно чувствительности не хватает а если дать слишком много света то это проблема повреждающего света на структуру глаза на сетчатку и поэтому с одной стороны это очень большой успех который показывает что в принципе оптогенетическое протезирование дегенеративной сетчатки возможно но с другой стороны что это только начало пути для реального клинического применения этого метода значит ну вот принцип оптогенетического протезирования всем очевиден по всей видимости это некий конструкт он вводится в глаз и все что нужно для протезирования ген цветочувствительного канала белка он у нас в принципе есть вирус это аденосоциированный вирус я еще подробнее об этом остановлюсь он разрешен он безопасен и уже он начал разрабатываться чуть ли не 50 лет назад и для генной терапии он широко используется и для вакцины используется так что с аденосоциированным вирусом все в порядке как бы ну специфический промотор это проблема каждый раз и она в общем-то успешно решается когда речь идет о гонглерозных клетках или о биполярных клетках так что тут тоже в общем ясно что делать ну и желательно введение через стекловидное тело вот это принципиальный вопрос как выяснилось в последнее время что на самом деле реально это интравитриальная инъекция потому что субретинальная за глаз это слишком сложная слишком сложная хирургическая процедура она необходима для генной терапии когда речь идет о пигментном эпителии или фоторецепторах но для протезирования гонглерозных и даже биполярных клеток вполне возможно и сейчас это очевидно что интравитриальная инъекция вполне может быть успешно поэтому есть большая литература о том сейчас какая инъекция лучше и очевидно что интравитриальная через стекловидное тело теперь по поводу вирусов по поводу доставки значит ну естественно аденоассоциированный вирус здесь вот перечислены все так сказать вот преимущества этого вируса единственное что совершенно тоже очевидно что для человека серотипы это не те что для животных для модельных и даже для обезьяны поэтому здесь так сказать предстоит определенная работа но совершенно очевидная и вот я подчеркиваю что вот в этой работе которую я уже цитировал франко-швейцарской работе это очень сильная группа вот этот вот аденоассоциированный вирус конкретный совершенно с вот этим конкретным промотором оно казалось вполне успешным вполне успешным поэтому я думаю что будущее на самом деле ну если дойти до клиники принадлежит все таки аденоассоциированного вируса определенного серотипа определенной модификации для человека я подчеркиваю для человека хотя конечно люди пытаются и невирусные доставки и об этом много сейчас работ и обзоры и вот из лаборатории фирсова была очень хорошая работа по этому поводу обзор ну что здесь это классический набор полимерные наночастицы липидные наночастицы на инертных металлах вот здесь я просто позволил себе совсем недавнюю работу представить 21 года такая может быть экзотическая это нано палочки нано роз из золота конъюргированные с антителом позволили добиться адресной доставки апсин кодирующего гена биполярные гонглиозные клетки довольно интересное направление я не знаю реально ли оно для клиники будущем но как бы то ни было вот поиски здесь идут поиски здесь идут но я подчеркиваю что я думаю все равно основной путь это аденосоциированный вирус вот это очень важный вопрос какие клетки могут быть протезированы значит доступность для вирусной трансферции степень сохранности в ходе дегенеративного процесса и это собственно один из ключевых вопросов сейчас для понимания всего этого дела и степень нарушения пути обработки передачи обработки зрительной информации вот это все надо рассматривать и это идет сейчас активная дискуссия по этому поводу какие клетки реально могут быть протезированы ну клинично то есть огромная литература о ходе последовательности стадии дегенерации это здоровая сетчатка потеря палочек остаются вот остатки колбочек потом остались биполярные клетки это четвертая так сказать последняя стадия когда остались только гонглиозные клетки это уже совсем так сказать плохо дело но реально так сказать и это оптическая конкретная томография функциональные тесты показывают что реально и вот в этой работе которую я только что цитировал на самом деле вот биполярные гонглиозные клетки остаются более не менее здоровыми по крайней мере гонглиозные клетки когда возможно оптогенетическое протезирование но что важно важно что вот на этих стадиях идет это то что называется в этой литературе ремоделирование клеток то есть меняется во первых идет транслокация клеток в самой сетчатке меняются нервные сети контакты меняются и поэтому дегенеративная сетчатка хотя в ней и остались живыми гонглиозные а также биполярные клетки но это уже конечно не то что здоровая сетчатка и это надо иметь в виду при планировании оптогенетического протезирования это важно значит какие клетки могут быть протезированы ну в принципе могут быть протезированы биполярные и гонглиозные у животных это все сделано очень хорошо за последние 15 лет клинические испытания у человека показывают что вот эта работа опять вот этих швейцарцев и французов гонглиозные клетки успешно протезированы ну вот это весь набор весь набор я не говорю об остатках колбочек хотя первые работы были сделаны когда протезировали остатки без наружных фигментов остатки только колбочек и тогда как бы сохраняется вся логика обработки информации в сетчатке ну как говорится съест то он съест да кто же ему даст понимаете поэтому конечно остатки колбочки тоже дегенерирует потом поэтому реально надо обсуждать он биполяры для которых есть промоторы и онов гонглиозные клетки значит вот о колбочках то что я уже говорил значит протезирование было сделано сначала галородопсин значит я хочу сказать что вообще галородопсин для протезирования сетчатки вообще не годится там один квант один хлор чувствительность чрезвычайно низкая поэтому мы были очень рады в свое время вот когда с малышевым сгруппой который вот мы сотрудничаем когда появился вот гаврунов и гаврунов и синищеров вот этот анионный канальный радопсин и мы с ним пытались работать так что галородопсин надо с точки зрения оптического протезирования сетчатки надо о нем забыть ну конечно инициируется весь каскад и так далее и тому подобное но здесь два основных недостатка во первых они потом дегенерируют и во вторых это субретинальные инъекции что очень плохо поэтому я бы не стал всерьез это обсуждать он биполяры он биполяры который потом отдает ответ его в биполяры за счет обработки информации поэтому это вполне реально это вполне реально и многие люди и вот здесь работает группе Фирсова на этом так что здесь это реально значит сохраняется частично обработка информации участвуют амокриновые клетки в этой ситуации то есть с обработкой как бы здесь не так все плохо я бы так сказал но недостатки опасность дегенерации и ремоделирования особенно вот связи между биполярами фоторецепторами гонглиозными то есть вся эта нервная сеть она нарушается и вот так что здесь надо думать будем так сказать вот реорганизация синаптических связей значит выделено более десяти типов биполяров но реально можно протезировать онов биполяры что в общем вполне достаточно промоутеры только для он биполяров но потом иов включаются в результате некой обработки информации потом ов тоже отвечают на свет поэтому здесь не так принципиально ну и биполяры особенно поскольку сейчас делают хорошие вирусы вот модификация для неассоциированных вирусов то в общем вирус доставляет ген до биполяров то есть здесь вроде бы проблема может быть решена ну и гонглиозные клетки ну конечно здесь опасность дегенерации минимальна они легко доступны хотя внутренне пограничная мембрана все-таки большое препятствие особенно в дегенеративной сетчатке для доставки вируса она толстая вибрана из стекловидного тела надо дойти еще до гонглиозных клеток но это в общем преодолимое вещь ну значит там огромные там 40 типов этих клеток функциональных но они все превращаются как бы в единообразные клетки и вот тут я бы хотел вот что подчеркнуть я не знаю согласятся ли со мной коллеги что пластичность мозга столь высока что зрительные функции при патизировании дегенеративной сетчатки в значительной мере восстанавливать то есть идея очень простая вот вам электронные патизирования вся эта история с аргус 2 это электронные чипы это что такое это возбуждается просто слой гонглиозных клеток и тем не менее человек и там масса литературы он увидит буквы и даже на велосипеде может и из лука то есть короче говоря электронные патизирования вполне успешно другое дело что там глиальные клетки потом зарастают эти чипы но факт тот что мозг вполне справляется с единообразным возбуждением гонглиозных клеток и ни о каком он офф гонглиозных клеток речь не идет и тем не менее все окей как говорится ну и то же самое вот опять же эта работа Берри это американская группа Берклей которые с колбочком мопсином это сделали на мышах и у человека вот эта работа тоже гонглиозные клетки протезированы и хотя и мы и другие пытались воссоздать и это можно он офф поля гонглиозных клеток но вот у меня такое ощущение что это и не обязательно что это и не обязательно потому что поведенческие электрофизиология показывает что в общем вполне восстанавливается зрительный фон ну частично не полностью при вот таком вроде массовом протезировании гонглиозных клеток это вот работа и электронное протезирование и вот эта работа на человеке ну и могут быть протезированные что мы сейчас вот пытаемся с группой Малышева и группой Кирпичникова это вот протезировать просто все что можно и тогда вот следующий доклад будет по этому поводу конкретный тоже в общем восстанавливается по поведенческим по электрофизиологии функции некоторые зрительные функции теперь вот самый острый вопрос который сейчас мне думается это чем протезировать значит требования какие должна быть достаточная чувствительность и скорость ответа минимальный риск фото повреждения это очень важно на самом деле особенно для дегенеративной сетчатки которые особенно чувствительны к фото повреждению и минимальная иммуногенность ну мы все знаем эти инструменты это ченнелородопсина катионные анионные и вот метаботропные рецепторы ну и естественно пороговая чувствительность на два-три порядка выше за счет амплификации и на самом деле и вот я к этому веду что конечно как мне ну и не только мне а вот как бы совокупность всего что сейчас получается в литературе у нас показывает что вроде бы будущее все-таки за метаботропными апсинами а не за ченнелородопсин ну вот например вот он классический животный жебелок связывающий родопсин вот этот классический каскад амплификации а здесь открылся канал ну и сколько вошло за какое-то время иона столько вошло понимаете и вот эти ответы вот это из работы там пятого года примерно медленный ответ поскольку естественно вот вся эта машинерия и быстрый ответ когда гонглиозные клетки сетчатки то что вот лаборатории малыша упала разума в ответ на причину родопсин итак совокупность полученных настоящего времени и наших собственных данных позволяет полагать что зрительные родопсины колбочек и палочек я подчеркиваю в основном колбочек колбочковые апсины они быстрее работают в общем целые у меня нет времени об этом долго рассказывать но судя по всему в общем перспективны колбочковые апсины а не палочковые наиболее перспективные как биполярные вот тут я даю ссылки на разные работы так и гонглиозные клетки перспективные для протезирования и те и другие на самом деле это еще зависит от стадии дегенерации на которой находится сетчатка но это уже клинические офтальмологические такие проблемы ну и не селективные протезирования нервных клеток дегенеративной сетчатки также можно рассматривать как одну из возможностей чем мы сейчас и занимаемся ну вот эта работа которая у нас сейчас в печати это будет подробно показано в следующем докладе это вот о том как транфицируются эти гонглиозные биполярные горизонтальные клетки колбочковому коротковному колбочковому апсином и вот это собственно результат когда процент успешных попыток у мыши контрольной опытной группы оказался достоверно разным то есть как бы я не хочу сказать что слепые мыши прозрели но слепые мыши протезированные они показали достоверно лучший результат чем контрольные мыши но эта работа продолжается таким образом протезирование дегенеративной сетчатки наиболее реальное применение методов автогенетики в клинической практике мне думается это очевидно сейчас и биполярные и глиозные клетки перспективные для протезирования неселективные протезирования нервных клеток также можно рассматривать как одну из возможностей на сегодняшний день микробиальные канальные родопсии являются наиболее реальными инструментами для оптогенетического протезирования однако зрительный метаботропный же белок связывающий апсины колбочек или палочек я думаю колбочек в основном представляется наиболее перспективными аденоассоциированный вирус в настоящее время является наиболее приемлемым вектором для доставки генородопсина к нервным клеткам сетчатки и тут тоже я думаю это очевидно сейчас ну и результаты клинических испытаний критично я вот подчеркнул для понимания качества оптогенетического протезирования дегенеративные сетчатки человека поскольку ни у мышки ни у обезьяны не спросишь на самом деле что она видит и здесь конечно клиника принципиально важна поэтому я так себе позволил остановиться на этой работе французско-швейцарской где прямо это было показано спасибо за внимание огромное спасибо Михаил Аркадьевич у нас осталось много времени для вопросов достаточно я бы сказал поэтому приглашаю всех начать дискуссию пожалуйста так ага вижу да вот сейчас там один уже вопрос задается и вы следующие давайте тогда с вас начнем да спасибо очень интересная лекция вот у меня ну на самом деле мы много обсуждали там разных аспектов этой технологии но вот коль уж действительно метаботропные апсины работают лучше сетчатки да ну или у них скажем так перспективы больше да а не знаете ли вы кому-то уже пришло в голову эти же метаботропные апсины использовать в непрозрачных тканях ну вот как замена ченлорадопсину может они и в мозге будут лучше работать да то есть потому что там же та же самая проблема низкая проводимость там сильно светить надо да как говорится почему бы и нет просто когда речь идет о мозге там нет такой острой проблемой фотоповреждения сетчатка это отдельная тема и мы много занимались этой проблемой повреждающего действие света сетчатки господь бог так все сделал что она не может не сгореть от света понимаете там все там есть там есть фотосенсибилизаторы субстраты окисления там поле докозы гоксиенова кислота кислород то есть там есть все чтобы она сгорела понимаете поэтому проблема повреждающая есть специальная международная комиссия которая устанавливает эти пороги допустимых вот поэтому но я могу долго об этом говорить поэтому проблема светового загрязнения вообще в мировом масштабе это сейчас проблема очень острая повреждающего действие света на сетчатку поэтому для сетчатки это принципиально когда речь идет о мозге конечно нейрон он более устойчив к фото повреждению ну как любая как да хотя я думаю что конечно было бы неплохо и опять же природа так сделала что всюду есть жебелок связывающий поэтому конечно это естественно было бы никто чанал родопсин из водорослей в мозг не вставлял естественным образом поэтому я думаю что это было бы замечательно а чего нет спасибо большое да пожалуйста следующий вопрос можно хорошо так отлично здравствуйте если можно представьтесь пожалуйста да конечно меня зовут Андрей димчинский в лаборатория сртех Я курировал проект с Аргусом, сейчас веду проект с кортикальным зрительным протезом. И сначала я хотел пару слов добавить по Аргусу. Он задействует не только ганглиозной клетки, он еще и биполярные затрагивает. И нейропластичность, она действительно удивительна, потому что даже задействует такой массив клеток, под каждым электродом человек видит такие кружочки, палочки, иногда большие аммиоподобные, и при этом после реабилитации, когда проходит где-то полгода, человек может читать примерно вот такие буквы, написанные маркером, ну достаточно тонким. И за темой генетики я слежу 5 лет, и мне очень интересно, что из этого получится, потому что там задействуются локально вот эти вот все клеточки. И, собственно, мой вопрос, когда можно будет это пощупать? Когда можно будет посмотреть эти результаты, которые не зарубежные, а наши? Мы тоже очень интересные узнаем. Спасибо, да. Но мне, во-первых, мне очень приятно услышать подтверждение того, что вот эти электронные чипы, вот ARGUS-2, как я понял, да, он вполне успешный, человек видит там букву А или Б, то есть пластичность мозга такова, но там же, когда речь идет об оптогенетическом протезировании ганглиозных, значит, ганглиозных клеток – это миллион двести пятьдесят тысяч примерно в сетчатке у человека, да? Ну сколько чипов может там… У ARGUS-а шестьдесят электродов. Ну да. А про оптогенетическое протезирование я не говорю сто процентов, но процентов, я не знаю, шестьдесят, семьдесят из всего пулу ганглиозных клеток могут быть протезированы, трансфицированы, да? Поэтому получается, что протезирование валярных или ганглиозных клеток, даже не входя, я подчеркиваю, в детали, вот это on-off, то, что люди пытаются, и мы пытались, то мозгу достаточно, чтобы восстановить, так сказать, зрительные функции. А когда мы дойдём до клиники, я с этого начал, я не знаю, но вот это, то, что ведутся четыре клинических испытания, они ведутся уже несколько лет, правда, вот я вот после этой, последней работы этого французов с офицерсами не было публикации, вот она двадцать первого года, сегодня двадцать третий год, больше я ничего не слышал, да, по этому поводу мы не знаем, но я не знаю, когда дойдёт. Единственное, что я свято верю, что это дойдёт до настоящей клиники. Спасибо. Спасибо. Да, Михаил Аркадьевич, у нас из интернета есть вопрос из чата. Алекс Хан спрашивает, скажите, а есть ли предпосылки для использования разрабатываемой технологии для диагностики дегенеративных заболеваний, какие-то тестовые системы на родопсине? Не знаю. Для диагностики? Ну, я тоже не знаю. Я не думаю, что надо протезировать, трансфицировать клетки, чтобы для диагностики. У нас и так достаточно методов современной офтальмологии для диагностики. Да, я добавлю, что пигментный ретинит и так прекрасно диагностируется. Да, да, да. Нет, другой вопрос, это тоже большая литература, это чисто офтальмологическое. Это на самом деле вот этот протокол клинический для того, чтобы начать протезировать, выбрать пациента, вот выбрать кого-то пациентам для протезирования, это огромный протокол. То есть там и электрофизиология, и оптическая когерентная томография. То есть это клинически очень много критериев, по которым могут быть отобраны пациенты, которым показано оптогенетическое протезирование дегенеративной сетчатки. Но это такая чисто клиническая проблема – отобрать пациента для протезирования. Но для этого не надо протезировать. Так, коллеги, ну вот мы ответили на вопросы в чате. Есть ли еще вопросы? Михаил Викторович, огромное спасибо. Очень интересный, информативный, насыщенный доклад. Спасибо.